Хватит этого мужского засилия. Как самурай, так непременно самурай. Есть же и самурайки. И как же они прекрасны! Подписывайтесь на канал МЫР, ставьте лайки и вы узнаете, сколько удивительных самураек есть среди самураев. Сегодня я расскажу вам о самой главной защитнице в Советском Союзе. Я не люблю слово адвокатка, но она была именно защитницей с большой буквы З. Суд не может отказать адвоката в его осуществлении права на защиту. Адвокат Дина Каминская была политическим адвокатом в 60-е годы прошлого века в СССР. Она участвовала во всех политических процессах над советскими диссидентами до тех пор, пока ее вообще не отлучили от адвокатуры. Она была адвокатом Владимира Буковского в 67 году. Тот самый Владимир Буковский, которого все знают хотя бы по частушке, обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где бы найти такую блядь, чтобы Брежнева сменять? Частушка, кстати, имеет автора. Это Вадим Доланы, один из семерых, который посмел выйти на Красную площадь 25 августа 68 года с протестом против ввода советских танков в Чехословакию. Дина Каминская потом будет защищать двоих на этом процессе Ларису Богорас и Павла Литвинова. Ох, я сильно подозреваю, что эти имена многим ничего не говорят. Ну как вам сказать, если Путин завтра оккупирует Донбасс и кто-то выйдет с плакатами протеста на Красную площадь, то кто и будет. Просто у нас совсем недавно было время, когда еще более или менее можно было выходить. А в советские времена не выходили лет 50, то есть в 68 вышли впервые. И имена тех, кто выходил тогда и выходит сейчас, мы должны помнить. Они молодцы. Их адвокаты. Молодцы. Сейчас уже начали лишать звания адвоката за участие в политических процессах. Ивана Павлова, например. А тогда лишили Дину Каминскую. Шел 70-й год. К тому времени она уже лет 30 была адвокатом, известным и уважаемым. Но хороших адвокатов много. Почему мы говорим именно о ней, как о необыкновенной героической защитнице? А вот почему. Политические и судебные процессы начались еще в 30-е годы прошлого века. И там тоже были адвокаты. Очень квалифицированные. Но как обычно строилась защита, выходил почтенный адвокат и говорил примерно следующее. Я, мол, как и все советские люди, возмущен чудовищными антисоветскими преступлениями моего подзащитного. Но наша родная советская власть твердо следует закону, и я вынужден защищать этого подлого подсудимого. А в 60-х годах этот жуткий обычай был прерван. Дина Каминская. Она родилась в благополучной еврейской семье в 1919 году. Ее отец был видным членом партии эсеров, а потом кадетом. Чудом избежал депрессии. Окончив юридический институт Дина Каминская сразу стала адвокатом. Я благодарна тому, что тогда в юности, наверное, какое-то шестое чувство помогло мне найти эту такую необходимую для меня работу. Работу, которая позволила мне защищать человека от жестокой и часто противозаконной мощи советского государства, писала Каминская. Ее книга называется «Записки адвоката». Великая книга. Есть в интернете, в свободном доступе. Почитайте ее. Написана она была уже в эмиграции. Вот еще цитата. «Основную причину недостаточной эффективности деятельности адвокатов я вижу в пороках самого советского правосудия и, прежде всего, в зависимости самих судей от власти, в их обязанности вершить правосудие по уголовным делам в соответствии с направлением той карательной политики, которая определилась властями. Кроме того, в той системе судопроизводства, в которой за обвинительной властью в суде было закреплено преимущественное положение, где в суде царил обвинительный уклон, адвокат зачастую был лишен реальной возможности эффективно осуществлять защиту в уголовном процессе». Ну и что изменилось с тех пор? Да ничего. Но герои остались героями, и их прибавилось. А подлецы подлецами. Их, правда, тоже прибавилось. Дина Каминская защищала последнего советского диссидента Анатолия Марченко, который пожертвовал жизнью за то, чтобы в нашей стране больше не было политзаключенных. Мы делали о нем передачу, в описании будет ссылочка, обязательно посмотрите. Защищала поэта Анатолия Голландского, который погиб в лагерном лазарете. А потом за Дину Каминскую и ее мужа взялось КГБ. Яркие судебные выступления Каминской на политических процессах широко публиковались за границей. И в итоге ее и мужа стали таскать на допросы. Они уехали. «Несмотря на то, что обстановка в стране как будто бы нормализуется, должна признать, что меня все время не оставляет чувство тревоги и беспокойства». В эмиграции Дина Каминская продолжала правозащитную деятельность. Была члена Московской хельсинской группы и вела передачи на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки». По ее книге уже в Новой России сняли сериал «Заступники». «Ты защищаешь убийц, насильников, врагов народа и всякого другого мреса». «Нет никаких врагов народа. Есть обычные люди. И они имеют право на справедливый суд». Рейтинг на кинопоиске 7 из 10. Премьера была аж на Первом канале. Но рано радуйтесь. После показа восьми эпизодов из 16 телеканал принял решение прервать показ. Руководство посчитало сериал слишком депрессивным. Про нынешних заступников на политических процессах в России тоже будут написаны книги и сняты сериалы. Не сомневайтесь. А реалити-шоу можно смотреть прямо сейчас, каждый день в новостях и ютубе. 50 лет в нашей истории были очень интересными, но вернулись мы в отправную точку. Это что ж, все зря? Я думаю, что нет. А вы? Жду от вас комментариев. Спасибо.